Привет, друзья! Все вы знаете, что сейчас распространяется штабом Порошенко новость, что он очень сильно болен ковидом. И я не знаю, правда это или не правда, но опять же, как и в случае с Тимошенко, никаких подтверждающих видео или фотографий просто-напросто не существует. Так что это может быть вполне пиар-ход. Но очень интересный, знаете ли, опрос насчет того, как люди относятся к болезни Порошенко. Послушайте, что они ему желают. Порошенко заболел коронавирусом. Что бы вы ему хотели пожелать? Что бы вздох. А я что бы вздох. Что бы он так помучился, как мы. И живем на эту пенсию, на эти копейки. Что бы много-то гуря на роде увидел. Он такого не творил, как творил Порошенко. Кому пожелали сейчас? Я же у него была котенка. Значит, никто не ограбил Украину больше, чем Порошенко. Лучше и не скажешь. Вы прекрасно видите, что люди прекраснейшим образом понимают, кто такой Петр Алексеевич Порошенко. И желают ему ровно то, чего он, собственно, заслужил. Но я не об этом хотел сегодня поговорить. О очередном заявлении Давида Жвани. И у него много было всего, что он заявлял. В большинстве своем это просто-напросто, ну, как говорится, капитан очевидность. Он говорил те вещи, о которых знали все. Но сегодня он сделал заявление, которое весьма и весьма интересно. И оно будет касаться уже неполитических событий. В данном случае Порошенко будет сложно выкручиваться. Я готовлю заявление о продаже Порошенко в Сирию боеприпасов. В том числе запрещенных 400-килограммовых фосфорных бомб. Продажа шла на протяжении 2014-16-х годов. Покупателем была одна из группировок, противостоящих президенту Башару Асаду. Вот это очень интересно. Потому что, насколько я знаю, это не просто обычная торговля оружием. А торговля фосфорными бомбами запрещена международными конвенциями. И если предоставить доказательства, то на Порошенко можно завести не просто в Украине дело. Можно завести дело в каких-то международных инстанциях. У меня есть доказательства этому. Они все будут приведены в заявление ГБР. Отмечу, что Порошенко продавал оружие в то время, когда наша армия на Донбассе испытывала нехватку вооружений. Когда Украина просила у союзников предоставить нам любое оружие. Вот такой это человек. Но это еще не все. Чтобы скрыть следы своего преступления, Порошенко дал распоряжение устроить пожар на военном складе в Калиновке в 2017 году. Знаете, я в своих прошлых роликах неоднократно говорил, что Жвание это такой же мерзавец и подлец, как и Петр Алексеевич Порошенко. Только менее удачливый, чем он. И в некоторых выступлениях он уже много наделал. Мне кажется, что Жвание откровенно лжет. Но вот тут, вот тут к нему никаких претензий быть не может. Потому что он говорит абсолютно очевидные вещи. Даже ребенку понятно, что если склады каждый год в Украине взрываются, значит с этих складов просто-напросто воруется вооружение, продается в горячие точки. И потом по высочайшему указу того же самого Петра Алексеевича Порошенко, эти склады, чтобы заместить следы, просто-напросто взрывались. То есть Жвание говорит вполне очевидные вещи, которые понятны даже ребенку. Это знают даже дети. Вот знаете, в 2014 году были заявления Безлеров. Кто-то в них поверил тогда, кто-то не верил. Я, знаете ли, несмотря на то, что Безлер это такой же мерзавец, как и Порошенко, как и Жвание, я полностью уверен в том, что такой персонаж, как Порошенко, спокойно торговал с так называемыми ДНР и ЛНР оружием. Вас интересно, может господин Герасимов расскажет украинскому телевидению о том, как через госпожу Лебедева и господина Петра Алексеевича Порошенко, который еще не был тогда президентом Украины, в горлку поставлялось оружие. Причем не просто там ящик, два ящика, а целыми Уралами. И периодичность поставки этих Уралов раз в три дня. И господин Порошенко, когда еще не был президентом доблестной Украины, очень хорошо со мной сотрудничал. И очень много оружия поставил. Так может он сейчас и АТО проводит для того, чтобы скрыть поставки оружия со складов. Порошенко контактировал с Безлером через свое доверенное лицо, члена Европейской солидарности Артура Герасимова. Того самого Герасимова, который в 2012 году баллотировался по 51 округе Донецкой области, народные депутаты Украины. И именно там этот Безлер был главой службы безопасности Герасимова. Виборчая кампания дворячної давнини проливает светло на настоящие связки Артура Герасимова. Кандидат в депутаты был членом команды скандального луганского бизнесмена Сергея Шахова. А руководитель службы безопасности команды Шахова в Горлевке тогда был Игорь Безлер. Так, той самый Безлер, ныне більш відомий як лідер горлевських бойовиків на призвисько Без. Хотя никаких фактических доказательств нет, пазл вполне понятно и рационально складывается. Да и скажите мне, друзья, есть ли те, кто сомневается, что такой безнравственный и аморальный персонаж, как Порошенко, который называет себя украинским бандеровцем и таким рианым националистом, мог торговать с главарем сепаратистов Безлером оружием, получая от этого выгоду? Я думаю, что таких людей нет, потому что все прекрасно знают, что для Порошенко главное это профит, главное это выгода, и он родную мать, мне кажется, продаст, только немножко поторгуется за цену. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok